Hello amigos! Извините, что говорю по-английски. Уверен, что все мои ровесники, конечно, помнят этот прикол про Накию 7210 и цветов богатенно. Было я давно, и мемасики еще не изобрели, и приходилось довольствоваться, ну, хрюкать от радости от телефонных приколов. Но да мы не об этом. Мы о том, что попадая в Испанию в подавляющем большинстве, рассчитывать вы можете только на язык жестов. Ну, или в идеале еще мыщать что-нибудь несвязное. Но тут главное не переборщить, чтобы аборигенов не испугать раньше времени. Вы на канале Испания наизнанку, и я расскажу вам страшную историю о том, что это за штука такая, языковой барьер в Испании. Какие языковые школы бывают, чем отличаются, сколько стоят, через что прошли мы сами. И подскажу, как в теории нужно было поступать и в каком случае. Усаживайтесь поудобнее и погнали! Вот он, он, час N приближается. Вы на чемоданах считаете денечки, аль недельки до самолетика, да в Испанию. И приходит мыслишка, а что время-то зря теряет? Начнем-ка мы язык учить. Благо, пипла всезнающего на сайтиках много, ну и школ, предполагаю, что тоже валом. И среди нашего круга общения такие люди были, ну, знаете, ответственные, идейные. И вот каково же было их удивление, когда по приезду в Испанию ни их не понимали, ни они не понимали. Вот вообще ничего. И проблема не в том, что учились плохо или учили, их не важно, а в том, что испанских языков, ну, давайте я с другого начну. В Испании насчитывается 17 автономий, которые объединяет главный государственный испанский язык, или по-другому, Кастильяно. Но по факту тут 8 официальных языков. Галисийский, каталанский, бакский, валенсианский, астурийский и т.д. И еще несколько неофициальных. И общее их количество около 15. Нормас, да? Официальные языки это те, которые используются в данном регионе наравне с главным, испанским. К примеру, в Валенсии невозможно занимать любую государственную должность без знания валенсиану. В школах его преподают в Эбизон. Язык беспонтовый до ужаса. Смесь испанского, французского, немецкого. И все это помножено на какой-то извращенный коэффициент. В Каталонии, ну, это там, где Барселона и Месси было. Так вот, они хоть и находятся в составе Испании, если чё, но топят за независимость и считают себя не испанцами, в общем. И государственный язык презирают и общаются только на своём Каталане. А на полноценный испанский могут переходить лишь, обслуживая вас в кафешке или в ресторанчике, и то, если вы им денег не додали. В Испании даже анекдот на эту тему ходил. Вот, целиком я его не помню, но суть в том, что я так и знал, что из-за 10 центов вы начнёте со мной на полноценном языке разговаривать. И некоторые из этих язычков, вот они схожи с государственным, а другие не то, чтобы не похожи, но на слух китайский и то более адекватно звучит. И, кстати, на испанском ещё полмира разговаривает, и в разных странах он чуточку доотличается. Так что правильных и псевдоправильных языков и отклонений, ну, вы поняли, да? Ну, приличненько так, бодренько так. И проблема заключается в том, что не в Испании вас на самом деле могут обучать испанскому. Только вот какому? Вы в казино играть любите? Ну, вот идея плюс-минус похожа. Так что, пожалуй, первый совет. Если вы планируете переезжать в Испанию, не заморачивайтесь, не торопитесь, и начните его учить уже тут. Итак, мы прошли стадию ожидания и оказались на земле испанской. Ну, там, с недельку-другую, может быть, даже месяцок потупили и решили за ум взяться. В каждом крупном городе есть бесплатные курсы. Вот вы, кстати, прониклись словом-то какого-то бесплатные. Да, и это не прикол, кстати, это реальность. Из недостатков. Надо ловить месяц начала занятий. Как правило, это август на записи и в сентябре старт. Ни о каком индивидуальном графике там речь не идёт. Более того, в случае прогулов вас оттуда отчисляют, выкидывают, выписывают. В общем, если кратенько, то adios amigos. Уровень, само собой, там отличный и очень высокий. Курсы эти спонсируются государством, ибо оно не заинтересовано, чтобы... Ну, тут твоя мой знать язык, хотеть живём мы вчера. На курсы эти могут записаться люди вне зависимости от их социального статуса, и, что важнее, миграционного статуса. Для регистрации нужен или действующий загранпаспорт, или карточка резидента, студента-иностранца, или даже просто НИИ. НИИ – это налоговый номер иностранца. Штука, которую тут получают за пару дней, и без которой вам даже счёт в банке не открыть. Занятия проходят по семестрам. Всего их три. Два дня в неделю по три академ часа. Занятия, как правило, по вечерам после пяти. В конце года сдача экзаменов. Из ограничений есть только возраст. Надо быть старше восемнадцати. Ещё из негативчиков. На основании обучения вот в такой вот школе нельзя получить студенческую визу. То есть курсы – это для тех, кто уже тут, а не для тех, кто ещё не тут. Вариант номер два. Платные курсы. Школ по всей Испании – гора. Выбирай любую и вперёд. По ценам нет предела совершенства. Стоимость курсов зависит от количества часов. К примеру, 8 евро в час при 80-часовом курсе. Или 4 евро. Ну, при покупке тысячи часов. Ну и чтобы было проще, то в среднем около 3-4 тысяч евро за годовой курс по 20 часов в неделю. При интенсивных курсах есть некоторая гибкость в выборе времени. Ну, там вот утром или не совсем утром. Но 20 часов в неделю нужно будет отрубить. Если речь о курсах для себя, для души. Ну так, знаете, ну тут как хотите. Кто платит, тот и выбирает. Можно ходить утром, можно ходить вечером. Во время обеда заглядывают. Ну так чисто поугарать. Помимо прочего, такие школы обеспечивают вас всеми необходимыми документами для получения студенческой визы. То есть, находясь дома, они после оплаты всё вам высылают. И вы с чистой совестью идёте за визой. В своё время мы пошли учиться именно в такую школу. Вопрос с документами у нас тут не стоял. И честно говоря, про бесплатную школу мы тоже не знали. И по большому счёту даже в голову такое не приходило. Курсы идут исключительно на испанском. Никакого английского, русского, китайского и другого. Но при больших таких взорванных школах есть сотрудники, говорящие на любых языках, в том числе и на русском. Но это только администраторы. Учиться в таких школах на самом деле круто. Очень интересно и весело, и продуктивно обрастаешь связями, знакомствами. Ну, просто интересно. Но пойти на интенсив у нас не получилось. Так как на тот момент мы уже ждали ребёнка. И высиживать по 5 часов в сутки были там просто не готовы. Как правило, сидели мы с 10 до часу и домой. Ходили 3 раза в неделю, а не 5 как нужно. Ну и как следствие, каждый день мы всё больше и больше оставали. Меняли группы. В общем, какая-то движуха была нездоровая. Были всегда в качестве догоняющих. Но, тем не менее, ходили мы туда примерно месяца 4. И спустя пару лет, когда ребёнок начал ходить в садик, снова вернулись на пару-тройку месяцев. Насколько это было разумным или нет, я расскажу чуть позже. После занятий уже дома сидели и учили слова. Так как без постоянного общения сами они в голову, но не вкладываются. Из негативных моментов. Первое. Это цена. Стоимость интенсива может легко влиться и в 4, и в 5, и в 6 тысяч евро в год. Кстати, если хочется получить студенческую визу, отталкиваясь от языковых курсов, то вам нужно будет оплатить контракт на год вперёд. Второе. И снова цена. Если вы один, то окей, смотрите пункт первый. Если не один, умножайте эту цену на количество членов семьи. И третье. Это звучит, конечно, дико смешно, но тем не менее, это парковка. Во-первых, в черте города она в основном платная. Во-вторых, её ещё и найти нужно, даже платную. Да и это ещё не всё. Парковка в Валенсии в самом городе в среднем евро в час. Ну, если мы говорим про интенсив, ну, часиков так на тысячу. И вы живёте не в шаговой доступности. Ну, математику вы поняли. Ну, и подходим мы к самому интересному, на мой взгляд, вариантику. Есть доски объявлений по продаже разного при разного а-ля Авито. Ну, и плюс-минус такие же приложения и сайты с поиском различных специалистов, в том числе преподавателей языка. И поиск идёт и по цене, и по уровню, и по расстоянию от вас. По большому счёту, вы оплачиваете себе индивидуальное занятие, да ещё и с доставкой на дом. Но в теории найти преподавателя по цене групповых курсов в платных школах более чем реально. Только не забывайте, что заниматься с ним вы можете не один. Плюс это индивидуальные занятия, плюс это бесстрат на парковку и транспорт. Ну, красота же, ну не правда ли? И вот с таким преподавателем мы начали заниматься в конце 19-го года. И, в общем-то, всё было круто до тех пор, пока не случились общеизвестные события. Ну, и как итог. Так, если бы сейчас передо мной стоял выбор, и жил бы я в городе, где есть бесплатные курсы, да ещё и в шаговой доступности, ну, я бы даже не задумался. Но, курсы это вечерние. И если у вас ребёнок, и его не на кого оставить, то это всё, конечно, не вариант. Ну, и как второй выбор, безусловно, индивидуальные занятия на дому. Ребёнку зубы PlayStation, а сам пёрышко в руки и скрипеть. Есть, конечно, вариант вовсе ничего не учить. Если ты не работаешь в испаноязычной среде, то, как бы, само по себе оно точно не появится и не выучится. Но, с другой стороны, тут именно так живут очень многие наши соотечественники. И не парятся. Если нет необходимости работать, ну, так и стимула учить тоже особо нет. А тут ещё лето, солнышко, море. А вы тут со своим олакиталь. Вы были на канале «Испания наизнанку». Ставьте лайк, если вам понравился видос. Ну, и до новых встреч. Пока!